Сегодня мы поговорим о том, какими правами и обязанностями наделены стороны по договору доверительного управления, а также рассмотрим условия расторжения данного договора. По договору управления имуществом управляющий обязуется собственноручно осуществлять все возложенные на него обязательства. Привлечение доверительным управляющим поверенного третьего лица для осуществления какой-либо деятельности от имени доверительного управляющего возможно только при следующих обстоятельствах. Управляющий письменно согласовал данное привлечение с учредителем. Данное действие предусмотрено доверительным соглашением. Управляющего отсутствует возможность согласовать привлечение третьего лица с выгодоприобретателем в разумный промежуток времени, А обеспечение интересов выгодоприобретателя напрямую зависит от привлечения поверенного. Важно помнить, управляющий несет полную ответственность за действия поверенного. Как распределяется ответственность между сторонами? Учредитель управления по договору управления имуществом берет на себя ответственность за превышение управляющим возложенных на него полномочий перед лицами, которые не могли знать о данном превышении компетенции. Доверительный управляющий, в свою очередь, несет два вида ответственности. перед учредителем управления в полном объеме понесенных убытков, перед выгодоприобретателем в полном объеме упущенной выгоды. Если убытки возникли в связи с форс-мажорными обстоятельствами, с действиями учредителя, либо выгодоприобретателя, то доверительный управляющий освобождается от ответственности. На каких условиях происходит прекращение сотрудничества? При расторжении договора управления имуществом объект настоящего соглашения возвращается в управление к учредителю, если в соглашении не указано иное. Если одна из сторон настоящего договора приняла решение о прекращении сотрудничества, в ее обязанности входит составить письмо о расторжении договора и отправить его не позднее, чем за 3 месяца до даты прекращения договорных отношений. Основания, на которых стороны вправе прекратить сотрудничество? Смерть выгодоприобретателя, упразднение юридического лица, являющегося выгодоприобретателем, отсутствие возможности у доверительного управляющего собственноручно руководить объектом договора. Может быть вызвано следующими обстоятельствами. Смерть, признание недееспособности, безвестное отсутствие, банкротство, смена местожительства и другие. Банкротство учредителя управления, отказ выгодоприобретателя от получения выгод по договору, отказ учредителя от услуг доверительного управляющего с последующей выплатой вознаграждения предусмотренного договора. Договор доверительного управления требует особой проработки и заострения внимания на мелочах. Специалисты компании Роско помогут подготовить договор и заключить его на выгодных условиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин